Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Власти запретят ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения. Россельхознадзор вводит такое ограничение со 2 апреля. Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров. Краткий обзор новшеств, которые вступят в силу в ближайшее время. В Сочи появится общественная организация многодетных мам, а к их участкам в Кудепсте построят новую дорогу. Планета искусств собрала в Сочи юные таланты. Международный фестиваль прошел сразу в четырех городах в России. В поисках инвестиций Краснодарский край в Москве продемонстрировал свой экономический потенциал российским и зарубежным бизнесменам. Презентация проходила в торгово-промышленной палате. Несмотря на санкции, зарубежные предприниматели заинтересовались южным регионом. Представители из 20 стран мира изучали кубанские инвестиционные проекты. Что привлекло внимание иностранцев, расскажут наши краснодарские коллеги. От ароматного кубанского чая до строительства крупных индустриальных парков. Разнообразие проектов, которые представляет Краснодарский край, наглядно демонстрируют его инвестиционные приоритеты. Будущее в регионе видят за диверсификацией экономики. Ставку делают не только на традиционные курорты и сельское хозяйство, но и на высокотехнологичное производство, машиностроение и перерабатывающую промышленность. Познакомиться с Кубанью поближе в торгово-промышленную палату России сегодня пришли не только отечественные, но и иностранные бизнесмены и сотрудники посольства из 20 стран мира. Мы выстроили четкую систему работы для улучшения делового климата, создаем комфортные, понятные и равные условия для всех инвесторов. Это сегодня приоритет, потому что, еще раз подчеркиваю, и не только инвестор, который приходит нам из-за пределов края, из-за рубежа, и внутренний наш инвестор, региональный инвестор тоже должен чувствовать себя комфортно. Уверен, те, кто сегодня все-таки, коллеги, примут решение, я имею в виду, в первую очередь, об иностранных инвесторах войти со своими инвестициями в Краснодарский край, они получат, в первую очередь, стратегическое преимущество на нашем внутреннем рынке страны и края по отношению к тем, кто все-таки продолжит думать над тем, все-таки заходить с инвестициями в Россию, в Краснодарский край или подождать. Я приглашаю вас, как партнеров, на самом деле, прийти в Краснодарский край и вместе с нами совершить этот рывок, рывок в будущее. Но еще раз подчеркиваю, этот рывок закладывается сегодня. Несмотря на то, что мы действительно все знаем, что такое и кто такое Краснодарский край, иногда каждый раз мы узнаем что-то новое, о том, что там сделано, о том, что там предполагается. По многим позициям Краснодарский край является законодателем мод. Законодательный мод в промышленности, в туризме, в туристическом кластере, в зонах отдыха, в виноделии теперь, в сельском хозяйстве. Много можно чего перечислять. То, что начиналось в Краснодарском крае, предпринимателями Краснодарского края, с участием, естественно, администрации, команды, которые сегодня работают. Сегодня в Краснодарском крае уже работают около 300 предприятий с иностранным капиталом. И это такие гиганты бизнеса, как Данон, КНАУ, Бандюэль Класс. Причем, несмотря на все санкционные войны, сами зарубежные предприниматели признаются, ничто не привлекает инвесторов, так как удачный опыт своих коллег. Мы работаем, как чешская организация, на российском рынке и выступаем в качестве европейского технического испытательного института. Действительно, Краснодарский край – это очень, так сказать, подходящая область России для вложения своих денег, для развития своего бизнеса. Но рассуждать о благоприятном инвестиционном климате можно бесконечно. Венимин Кондратьев озвучивает сухую статистику. В прошлом году объем вложений в экономику региона вырос на 6% и составил 484 миллиарда рублей. А предприниматели – это не те люди, которые раздают деньги без выгодных и комфортных для себя условий. Однако крупный бизнес не должен заслонять малый и средний – тех, кто формирует треть экономики Краснодарского края. Часть из них – это небольшие фермерские хозяйства. Проблему сбыта продукции Венимин Кондратьев обсудил с президентом торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Там разработали федеральный проект, который позволяет после оценки качества продавать фермерские продукты даже из самых маленьких станиц и хуторов в крупных торговых сетях. Конкуренция должна быть в самом деле реальной, а не продиктованной интересами или той иной торговой сети, или теми менеджерами, которые определяют, вот отрывный товар конкурентен или нет. Поэтому сегодня, конечно, учитывая определенную монополию федеральных торговых сетей, они определяют, что выставляют на полке, а что не выставляют. Но вот здесь, может быть, оставим право выбора все-таки за покупателя. Тот, кто покупает эту продукцию, он должен покупать продукцию качественную. И поверьте, как регионы, которые производят молоко, по той цене, по которой сегодня есть молоко на прилавках федеральных сетей, но его невозможно просто произвести и назвать его качественным продуктом. Это даже не молоко, это напиток белого цвета. Это тоже правда. Но тем не менее, в основном на полках федеральных сетей, в первую очередь, такое молоко. И вот здесь торговые сети тоже должны чувствовать социальную ответственность, социальную ответственность перед покупателем за то, что они ему продают. Именно на это рассчитан наш проект. То есть мы с помощью всех инструментов и механизмов торгово-промышленной палаты будем и уже занимаемся этим, выращиваем региональных производителей. Мы делаем аудит региональных производителей, мы учим, подсказываем и делаем все, чтобы именно они попадали на полки магазинов, сетей. То есть если уж кубанские предприниматели или производители получат агро за качество этот знак, то на самом деле будут иметь возможность попасть на полки, в том числе федеральных торговых сетей. Вот этот знак качества должен давать им не преимущество ни в коем случае, а возможность попасть на торговую полку. Возможности – то, о чем во время презентации экономического потенциала Кубани говорил практически каждый. Для бизнеса важно создавать условия и не мешать. В Краснодарском крае, например, уже упростили процедуры получения льгот. А для резидентов промышленных парков ввели особый налоговый режим. Кстати, о возможности сотрудничества с Кубани уже заговорили представители Италии и Гамбии. Александр Иванченко, Денис Перезинец, Москаленко, Кубань-24, Москва. В рамках рабочего визита в Москву Вениамин Кондратьев встретился с послом Испании. Общение также прошло на площадке Торгово-промышленной палаты страны. С Игнасио Ибаньесом глава региона обсудил перспективы сотрудничества Кубани и Испании. Так, например, Краснодарский край готов сотрудничать с королевством в сфере АПК. Отдельно на встрече затронули вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу на время матчей. Испанская сборная разместится в краевой столице на базе Академии ФК «Краснодар». Наши спортсмены, представители наших профильных организаций уже были на месте в Краснодарском крае и смогли высоко оценить созданные там условия. Они просто великолепны. Я надеюсь, нашим спортсменам там будет комфортно. Для вас вопрос номер один – это вопрос, где и в каких условиях будет жить и тренироваться сборная Испании. И я могу смело заверить, что жительные будут в очень комфортных условиях, в современных условиях. А территория будет находиться под надежной охраной. И безопасность мы гарантируем. И в целом, что касается чемпионата мира по футболу, то мы сегодня максимально готовы, потому что в Краснодарском крае эти футбольные матчи – это спортивное событие, это зрелище, говоря русским языком, прошли на высочайшем уровне. Я предполагаю, что во время проведения футбольных матчей в России у нас появится возможность рассказать о Краснодаре компаниям и предпринимателям из Испании. Как признался посол Испании, он сам еще не посетил ни одного российского региона, кроме Москвы. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, выразил надежду, что Краснодарский край станет одним из первых в его списке. И пригласил Игнасио Ибаньеса лично оценить инвестиционный потенциал Кубани и убедиться в гостеприимности и открытости края. Служу России. В Краснодарском крае стартует весенний призыв. Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Компания начинается 1 апреля. Планируется, что до середины июля ряды вооруженных сил пополнят новобранцы от 18 до 27 лет. Медосмотры призывников будут проходить в военкоматах региона. Кроме того, отметил губернатор, необходимо провести встречи призывников с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов. Вениамин Кондратьев также дал поручение главам муниципалитетов помочь в работе призывной комиссии выделить помещения, медикаменты и медицинское оборудование. На Кубани затеяли большую уборку. Во всех городах и станицах края стартовал месяц по благоустройству. Наводить порядок во дворах, скверах и парках начнут уже завтра. Вениамин Кондратьев призвал всех жителей региона присоединиться ко всекубанскому субботнику. В своем микроблоге в Твиттере губернатор написал, что тоже примет участие в уборке вместе со всей семьей. Порядок, как известно, начинается с малого. Завтра всекубанский субботник. Краевая генеральная уборка. Самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором. Я, как и всегда, возьму с собой детей. Во время всекубанского субботника не только уберут мусор и покрасят заборы. Особое внимание уделят зеленым зонам. В парках и скверах высадят новые деревья и разобьют цветочные клумбы. Власти запретят ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения. Россельхознадзор из распространения в республике коричнево-мраморного клопа вводит со 2 апреля такое ограничение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ограничение, вызванное распространением на территории Абхазии карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза коричнево-мраморного клопа. Наличие насекомого было выявлено в ходе мониторинга 24-25 марта. Помимо товаров растительного происхождения ограничивается ввоз многооборотной тары и древесно-упаковочного материала. Под товарами растительного происхождения понимаются зерно и продукты его переработки, макаронные и хлебобулочные изделия, свежие плоды, овощи, различные виды крахмала, сахар и его заменители, кондитерские товары. В прошлом году мраморный клоп уничтожил половину урожая мандаринов и 70% урожая фундука в Абхазии, рассказал президент страны Рауль Хаджимба, назвав колоссальным ущерб, нанесенный нашествием этого насекомого. По расчетам РБК, в прошлом году Абхазия поставила в Россию более 10 тысяч тонн растительной продукции. Самые большие объемы пришлись на долю цитрусовых, а также томаты и огурцы. В Сочи ищут 16-летнюю девочку. Отдел полиции Блинова устанавливает местонахождение Бойко Екатерины Павловны, 2002 года рождения, жительница Ростовской области. Ее приметы. Рост 155-160 сантиметров, волосы прямые и крашеные, в светлый тон, глаза голубые. Особые приметы заикаются. На момент исчезновения была одета в черную футболку с белой надписью в области шеи, черные шорты, белую спортивную обувь. Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Бойко, просим сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. Конфиденциальность гарантируется. Ну и продолжаем. Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров. Российская газета публикует новшества, которые вступят в силу в ближайшее время. С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут увеличены. Рост составит почти 3%. Таким образом, средний размер соцпенсии составит 9062 рубля. С 1 апреля поднимутся ставки по утилизационному сбору на автомобиле. Об этом говорится в постановлении правительства. Увеличение ставок по видам техники составит в среднем 15%. К примеру, утилизационный сбор на авто с объемом двигателя до 1 литра вырастет до 33 тысяч рублей, с моторами 1-2 литра – до 84 тысяч. На машины с двигателем объемом 3 литра и выше ставки не изменятся. Также подорожают услуги почты. Стоимость отправки почтовых карточек, писем и бандеролей внутри России с 1 апреля станет выше. Не изменится тариф на простое письмо до 20 граммов. За его отправку по-прежнему надо будет платить 22 рубля. Лотерея теперь будет доступна не всем. С 7 апреля несовершеннолетним россиянам не будут продавать лотерейные билеты, в том числе электронные и лотерейные квитанции. Также нельзя будет выплачивать выигрыши тем, кому не исполнилось 18 лет. Кроме того, если выигрыш превысит 15 тысяч рублей, идентификация победителя будет проводиться в обязательном порядке. Готовьте паспорта. В апреле правила дорожного движения пополнятся новым пунктом. С 28 апреля автолюбителям придется запоминать новый дорожный знак и разметку. Документ уточняет правила выезда на перекресток в случае затора. При наличии вафельной разметки водитель хорошо видит границы зоны, в пределах которой нельзя останавливаться. Это позволяет еще до въезда на перекресток оценить, удастся ли покинуть его без нарушения. Также появится предупреждающий дорожный знак – участок перекрестка. Еще момент. Тем, кто хочет получить льготы по налогам на имущество без лишней волокиты, нужно подать заявление до 1 мая. То есть последний срок подачи документа – 30 апреля. Это касается физических лиц, у которых впервые только в 2017 году возникло право на получение налоговых льгот, например, в связи с приобретением статуса многодетных по причине выхода на пенсию и тому подобное. В случае подачи такого заявления в срок, налоги за предыдущий период, то есть за 2017 год, начисляются уже с учетом льготы. 20 основателей стартапов представили свои проекты в Сочи. Это новые идеи в области гостеприимства. В Сочи приехали основатели стартап-проектов и разработчики IT-решений из Москвы, Казани, Пятигорска и Ростова-на-Дону. Они представили свои проекты в области туризма и гостеприимства. И, что важно, смогли напрямую пообщаться с представителями реального сектора экономики города и края. Форум решили провести в Сочи, как на главной площадке страны для внедрения инноваций. На наш взгляд, в Сочи в этом смысле полноценный полигон. Мы к большому нашему убеждению имеем практически всех игроков туристического рынка. У нас все виды объектов размещения, практически весь диапазон из индустрии развлечений. У нас любые форматы ресторанного или общественного питания предприятий. И это для стартап-команды является главным стимулом. Мероприятие направлено на развитие инновационного предпринимательства в России. В планах организаторов провести в Сочи в течение года стартапы по медицине, спорту, агробиотехнологиям и безопасности. Конечно же, стартапы приносят свежую кровь, свежие идеи, свежее видение бизнеса. Мы очень рады, что сегодня такое количество людей открыт. И сегодня же в рамках открытия новой площадки для основателей стартапов школьницы из Сочи победителю федерального образовательного проекта «Венчурный акселератор» вручили 300 тысяч рублей на развитие своего проекта «Электронное портфолио». Главный смысл этого проекта – это хранение портфолио школьников на этом сайте, где они могут легко делиться с вузами, в которые хотят поступать. А для студентов они будут размещать свои грамоты, дипломы и будет проще устроиться на работу. Привлеченные инвестиции будут направлены на разработку рабочей версии проекта, интернет-сайта и мобильного приложения. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи обсудили меры поддержки многодетных семей. Сегодня в администрации города состоялось заседание Совета по делам многодетных. На совещании подвели итоги прошлого года и выстроили планы на нынешние. Всего в Сочи проживают более 5300 семей, воспитывающих трех и более детей. Город старается оказывать им всестороннюю поддержку. Это такие формы поддержки, как выделение путевок в детские сады на первоочередной основе для многодетных семей. В прошлом году около тысячи деток из многодетных семей в первоочередном порядке получили путевки в детские сады города Сочи. Также в музеи, парки, кинотеатры, концертные залы выделяют бесплатные билеты. От семей поступают предложения по развитию тех или иных программ. И на совете все они рассматриваются. Сейчас многодетные семьи Сочи объединены по районам. Созданы группы в социальных сетях. В ближайшее время планируется зарегистрировать общественную организацию многодетных мам курорта. Идет оформление документов. Появится и специальный сайт. Было бы неплохо создать такой ресурс, к которому бы имели доступ все, потому что те же группы в WhatsApp ограничены по количеству участников. Но у нас есть плюс. У нас есть группа многодетных мам Центрального района, Адлерского района. И вот эта информация достаточно быстро распространяется в среде. Одно из самых важных направлений – это выделение участков для индивидуального жилищного строительства. За прошлый год было выделено 175 участков. И эта работа будет продолжена. Сейчас рассматриваются вопросы, связанные с возможностью перевода земли из федеральной в муниципальную собственность для последующей ее передачи многодетным. Решаются вопросы и с благоустройством территории, которые уже были выделены. Так, в 2016 году 97 семей получили участки в микрорайоне Кудепста. Но приступить к строительству домов не могут, так как дорога к наделам идет через реку. Рядом в микрорайоне Искра планируется строительство жилого массива с размещением там детского сада, школы, всей необходимой инфраструктуры. В связи с этим по инициативе главы Сочи Анатолия Пахомова заключен договор комплексного освоения территории. Он включает в том числе и строительство автомобильного моста и дороги, ведущие к участкам, выделенных многодетным. После утверждения данного проекта, планировки данного микрорайона, администрация будет направлена в течение 30-дневного срока договор на подписание инвестору с дорожной картой по реализации данного проекта. В целом, воплотить проект в жизнь планируется в течение двух лет. Мост будет автомобильный, двусторонний. Дорога современного класса, соединяющая микрорайон с федеральной трассой, позволит разгрузить трафик и улучшить инвестиционную привлекательность территории. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В рамках международной программы «Жизнь городов» в Сочи прошел фестиваль-конкурс под названием «Планета искусств. Творчество народов мира». В это же время этот фестиваль прошел еще в четырех городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Ялте и Калининграде. Более 600 участников приехали в Сочи. Представлены такие регионы, как Тюменская область, Архангельская, Оренбургская республика, Крым, города Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Сочи. Творчество ребят оценивало сегодня профессиональное жюри и число видных деятелей культуры. География очень большая, география сама конкурса. И отсюда очень много направлений танца народов мира. Мы видим огромные краски в этом искусстве. Мы видим, как дети учатся друг у друга. И, в принципе, что самое главное в этом фестивале – это позитив. То есть мы видим лица только победителей. Здесь проигравших нет. Заниматься вокалом или хореографией, непременно показывать на открытых площадках все то, чему учат, это как основа для любого участника Международного фестиваля планеты искусств, творчества народов мира. Образцовый детский коллектив под названием «Алена из Оренбурга» впервые приехал на этот международный конкурс. Мы привезли четыре номера. Это «Казачье гуляние», «Зимняя пряска», «Оренбургские пуховницы» и «Калинка». Мы приехали на этот конкурс, потому что мы хотели как-то проявить себя, показать наш коллектив, что мы можем, что мы можем занять достойные места. Рассчитывает на себя юный участник фестиваля Егор Дубинин. Для него это только первые шаги в хореографии. Мы представляем город Сочи, группу «Сорванцы». Занимаемся всего лишь два месяца, но с удовольствием. Поэтому сегодня мы покажем, как мы танцуем в хик-поп. Это мой старший внук. Он впервые выступает, и я надеюсь, что это будет старт для того, чтобы участвовать в подобных конкурсах. В рамках международной программы «Жизнь городов» вот уже 25 лет проводятся в фестивале конкурса в разных странах мира. И на каждом из них дети знакомятся с культурой других народов, принимают участие в мастер-классах, знакомятся с зарубежными деятелями культуры. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Рекордная неделя зафиксирована на РЕН-ТВ. Доля канала в аудитории от 25 до 54 лет составила почти 7%. Это четвертое место среди федеральных телеканалов. Также на минувшей неделе средняя доля проектов РЕН-ТВ достигла максимума с начала года. А самую высокую среднюю долю информационного блока РЕН-ТВ показали выпуски новостей в 8.30 и 12.30. Среди документальных проектов – самые шокирующие гипотезы и загадки человечества. Также в субботу, 24 марта, РЕН-ТВ занял второе место в аудитории от 25 до 54 лет. Лидерами дня стали авторские проекты Игоря Прокопенко «Теория заблуждений» и «Военная тайна». Результат показа территории заблуждений стал лучшим в этом году. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.